всем привет мы вот сможем алексеем помаши ручка папа это собираем грибы вот это это набрели на кучу масляная полянка целая поляна я хочу сейчас это показать вот мы уже набрали вот ведро мы право такой 108 ведро взяли ну ничего пойдет да вот такие вот грибочки мы уже набрали вот это под березовики здесь значит но мы набрели смотрите маслята тут их море я не знаю почему тут столько много людей ходил почему-то мимо прошли смотрите 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 вот сейчас мы море 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 у меня сейчас мы вот это не не наступить да я вижу вон смотрите в траве потом я сейчас пойду к своим сумкам и вот по дороге к этим сумкам своим смотрите вот он мы вот я как шла здесь по тропиночке вот грибы вот смотрите прям море 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 ой мы сейчас полные сумки наберем домой вот вот целый полянка как бы не наступить боюсь наступить сейчас я вот смотрите вот они так вот я пришла начнут отсюда я здесь начала собирать вот умея вот здесь и такую полянку от нашла вот они второго вот они прям кучками растут вот уже несколько набрали но на маслят мы сейчас набрели а а до маслят я собираю сетки а мне так удобнее они легкие а до маслят там и я домой приду так вывали вон там под березовики тут уже одну треть сетки мы набрали под березовики хорошие я грибы разрезаю вот так вот смотрю если они не червивые я их вожу в сетку потому что чтобы мне думал вторую работу не делать я в общем делаю так потому что домой принесешь червивый потом сидишь половина выкинешь вот ну в общем мы мы недалеко от деревни вон дома видно даже вот вот прям деревня вот вот мы с краю туда же в лес не ходили вот набрели набрели на такую вот поляну а да ну то обрезай смотри где там не червивые большие может быть червивые мы посмотрим сейчас в общем что наберем вот мы сюда щас только сейчас вот из пакета из ведра пересыпали вот такая у нас большущая сетка вот такая здоровенная вот наш вот на данный момент мы вот собрали столько грибов здесь маслята и подберезовики как папа говорит продолжаем дальше он еще грибочки вот они вот они вот они вот они вот я еще не собрала целая вон поляночка щас я ее буду собирать эту полянку вот вот мы идем домой уже набрали вот ведерко полное там внизу маслята грибочки папа дай я покажу твои грибы это зонтик и вот здесь у нас в этой сетке два ведра грибов мы собрали вон они грибы грибы грибочки наши в общем мы собрали три ведра вот это зонтик да он развалит он съедобный вот я его не собираю и как-то жарят нет он не старый их как-то жарят ну я не знаю я обычно варю грибы все мы пошли домой мы идем домой вот наша деревня ну и как-то жарят и сам ну не знаю здесь не как-то никто не собирает их и я ни разу я что боюсь и ни разу мы не кушали ни разу не мы я не брала я каждый раз хотела и что-то боюсь они на они наш они как-то жарят в их него это жарят сразу вот это зонтики ну что-то я боюсь я обычно грибы варю вот наша деревня начинать мы приводили леса недалеко вот насколько у меня тут памяти хватит я сниму наш нашу деревню вот мы идем домой и сегодня выложить интернет хорошо будет работать да вот мы не стали больше собирать я еще взяла две сетки тут но и мы не стали собирать потому что их надо обработать это вот три ведра сейчас на всящая замочу ванной у нас на улице ванна стоит сейчас замочу они помогут потом я их помою потом я поставлю большую кастрюлю варить час отварю воду солью потом снова значит залью водой еще час отварю только потом я буду и жарить или мариновать или там уже солить сырые грибы сырые грибы я никогда мы не кушаем и не жарим потому что как-то боимся там все-таки варю вареные как-то уже кушаешь не боишься а вот в общем вот это наша улица наверно будет немножко трястись потому что мы идем трясется вот такой проулок но машины здесь ездят вот такие заборы у нас везде сейчас стоят по деревне когда мы приехали у нас вот такие вот везде были а где вообще заборов не было но за 12 лет у нас вот стали и крыши накрывать вот такие красивые да люди стали видимо богаче или чего не знаю в общем стали накрывать железом вот такие крыши красивые дела делать заборы в общем вот так вот вот домик тоже видите как обделывают правильно я говорю да вот такие вот красивые у нас сейчас домики становятся деревне вот вот мы считаю живем рядом возле леса вот здесь дорогу не засыпали здесь наверно осенью грязина вот у дом строит новый кто-то строит кто не знаем вот дом помашите ручками а здесь заброшенный дом вот это дом у нас что-то говорили за 500 или за 700 тысяч продают но не знаю или мы участок продают ну газ тут рядом даже ну это ж по моему сюда газ к ним проведенный да смотри эту развалюху газ проведенный жили еще когда ты чё ты не может умерли может уехали у нас старики умирают дети продают дети в городе потому что все живут остаются уже наверное которые приезжие приезжают вот это лесная у нас улица вот собачка лает вот вот курочки бегают на улице уточки вот так это наша деревня это край можно сказать краем вот пока у меня памяти хватит я до дом буду снимать вот тоже все переделывают забор новый построили покрасили здрасте мусоропровод а разве еще не ездили другой мусор грибы собирали маслята и вот эти маховики маховики под березовики больше не стал две сетки взяли больше не стали собирать потому что еще обработать надо есть и прям когда бунтом ну с полными сумками люди вот идут с ведрами там сетками ну да вот теплый дождь был вот мы скоро подходим уже к дому прям усыпано в этом году и у нас тоже вот которые зимние есть яблоня тоже примуты по я посмотрел там уже это все падает а здесь прям усыпано все о чем вот их рвать они еще зеленые они зеленые они кислые я вот их даже которые упали я их упробую я вот так маленькая где это как ям там я пробовал вкусные яблоки несколько штук сожрал маленькая какая которая молодая или там одна высокая другая маленькая около первые вот это наш забор на подпорках на подпорках там же падает вот это наша дверь 2 1 у нас другой стороны вот такой ящик у нас тут кости кости где почталью не попросил что побольше ящик где у нас два ящика один с этой стороны другой с другой стороны вот такой как говорят здесь американский ящик один даже сказал убери отсюда я его сломаю ну не знаю вот пока стоит еще не сломали я отключаюсь мы пришли пока пока до новых встреч да вот еще начали сажать чеснок у нас вчера папа вот тут работал чеснок сажал такие вот грядки у него красивые получились вот еще покажу я вчера у нас вчера прям был первый чуть ли не заморозок нет ту ванну не надо эту я вчера уже ночью собирала вот эту тыкву у нас было прям вот заморозок было все такое холодная пара за рта я так напугалась думаю пропадет наша тыква замерзнет все будет каша вот такая вот тыква большая вот это тоже большая вот еще здесь я ночью но не ночью где-то на часов 9 10 ходила здесь темно не знаю видно нет и здесь еще большая такая тыква здоровенная ель доперла в общем вот такие тыквы сюда затащила сюда уже не помещалась здесь плохо видно вот ну в общем вот столько я собрала это вот с этой это вот с этой грядки вот с этой грядки у меня вышло столько тыквы а еще там еще там там еще возле теплицы по еще возле теплицы собирала я вот в общем идем мы сегодня с грибочками будем жарить варить парить цветочки у меня тут цветут хризантемки красные уже цвета это вот желтая хризантемка рядышком желтая хризантемка это красная уже цвета это не вон та еще будет только не знаю какая она будет тоже желтая вот такая вот белая уже стала шапочка вот у нас от дождя подгнили семечки вот такие здоровенные семечки то ли погода но он говорит где мешка нет мешков не было вот такие большие семечки где мешков и подгнило у нас дожди были холодно ночью холодно все было листья все я побоялась и думала сегодня будет заморозок но еще если вот такая погода будет стоять ночью запросто фу может быть заморозок поэтому кусту я вот сюда пока пересадил потом всю траву тут повызерну в общем ну вот так вот всем пока субтитры сделал DimaTorzok